Без беседы святителя Иоанна Златоустова «Идущая мою плоть и пьющая мою кровь пребывает во мне, и я в нём» Евангелие Теана, 6 глава Итак, чтобы не любовью только, но и самым делом быть нам членами плоти Христовой, будем причащаться этой плоти. А это бывает через пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить Свою великую любовь к нам, для того Он смешал самого Себя с нами и растворил тело Своё в нас, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединённое с головою, и это знак самой сильной любви. И на это указывал и Иов, когда говорил о своих домочадцах, которые так сильно любили Его, что желали срастись с Его плотью. Кто бы дал нам насытиться плотью Его? Иова, 31 глава Так говорили они, желая выразить Свою великую любовь к Нему. С этой же целью так поступил и Христос. Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнём, страшные для дьявола, помышляя о нашей главе и о той любви, какую Он показал к нам. Часто родители отдают детей своих на скормление другим. А я, говорит Спаситель, не так, но питаю вас Своею плотью. Самого Себя предлагаю вам, желая, чтобы все вы были благородны, и подавая вам благие надежды на будущее. Кто отдал вам самого Себя здесь, тот, кто тем более сделает для вас там. Я восхотел быть вашим братом. Я, ради вас, приобщился к плоти и крови. И эту плоть и кровь, через которые я сроднился с вами, я опять преподаю вам. Эта кровь придает нам вид цветущий и царский, рождает красоту неизобразимую, не дает увидеть благородство души непрестанно, напояя ее и питая. Наша кровь, образующая из пищи, не вдруг становится кровью, но сначала бывает чем-то другим, а эта кровь не так, но тотчас же напояет душу и сообщает ей некую великую силу. Эта кровь, достойно принимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов, призывает же к нам ангелов и владыку ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят владычную кровь, и ангелы туда стекаются, пролитая на кресте эта кровь омыла всю вселенную. Страшный поистине таинство церкви, страшен поистине жертвенник. Из рая выходил источник, изливающий чувственные реки. От этой же трапезы происходит источник, изводящий реки духовные. При этом источники наслежены не ивы, бесплодные, но дерева, достигающие до самого неба и приносящие плод, всегда спелы и никогда не увядающие. Если кто томится от зноя, пусть идет к этому источнику и прохладит свой жар, потому что этот источник уничтожит засуху и освежает все попаленное, попаленное не солнцем, а раскаленными стрелами дьявола. Его начало свыше, и истоки вот там же, и оттуда он проливается. У этого источника много потоков, которые изводит утешитель, и посредником при этом бывает сын, не заступом прокладывая им дорогу, но отверзая в нас расположение. Этот источник есть источник света, изливающий лучи истины. Точно такое же еще гораздо большее действие производит и здесь на душу прилежащие тайны. Сильнее огня кипит и стремится эта река, но не сжигает, а только ощущает все, чего касается. Эта кровь древле была прообразована на жертвенниках и закланиях, определенных законом. Она есть сына вселенной. Ею Христос купил церковь, ею он всю ее украсил. Как тот, кто покупает слух, дает за них золото, и потому, желая их украсить, украшает золотом, так и Христос и купил нас кровью и украсил кровью. Приобщающиеся к этой крови стоят вместе с ангелами, архангелами и горними силами, обличенные в царскую одежду Христову, имея духовное оружие. Но этим я еще не сказал ничего великого. Они бывают обличены в самого царя. Но насколько великое и чудное это таинство, настолько же верно и то, что если приступишь к нему с чистотою, приступишь ко спасению, а если же с совестью лукавою, в наказание и мучение. Аминь. Аминь.